Да, хорошие четыре игры были, можно сказать, равные игры. Пизден, шайбу в две заканчивали, проигрывали. Ну а так, серию можно было перевернуть вчера, я думаю, когда дома играли овертаймы. Где-то воспользоваться своими моментами, которые были. Ну, пропустили на фоне усталости, я думаю, допустили ошибку и пропустили кол и уступили матч тот. Ну, что касается полуфинальной серии, в принципе, хорошо сыграли, достойно бились. Но так не реализовали моменты, без голов тяжело выигрывать. А так, в принципе, по самоотдаче бились, старались, но чуть-чуть не хватило. В любом случае это опыт, команда молодая, так что это опыт, это только плюс. Да, соперник достаточно мастеровитый, тяжелый был, реализовали свои моменты, собственно говоря, поэтому они и выигрывали. Мы не реализовали, вот мы и проиграли, тут все просто. Чести мы, хвала, молодцы. Да нет, физически мы готовились тоже к этой серии. Уступили, наверное, в классе. То, что соперник свои моменты реализовал, которые были, а нам не удалось. Вот, а что касается сезона, то, в принципе, хороший достаточно сезон провели. Вот. Ну, это все опыт. Были и поражения, и победы. Ну, сезон, я думаю, был хороший у нас. Все равно такие, можно сказать, сумбурные. Пришли у нас сборы, то потом команду закрыли на карантин. Начало сезона провели удачно, выигрывали, шли хорошо. После Нового года был такой небольшой спад. Была серия неудач, проигрышей. Но ребята все молодцы, собрались. Сами мы залезли в эту яму, мы сами вылезли с нее и начали играть в свой хоккей. Ну, на самом деле, сезон получился очень интересный, эмоциональный, как, я думаю, все видели. То есть, у нас мы много переживали перемен по ходу сезона, но, тем не менее, мы смогли, как бы, нащупать и найти ту игру, которую мы показывали в начале сезона. Я думаю, что мы очень достойно справились с этой задачей. В плов, у нас ребята вообще молодые играли некоторые, то есть, первый плов играли в своей жизни. Думаю, что где-то нехватка опыта и сказалась на поражениях наших. Ну, собственно говоря, живем, работаем дальше. Я рад, что мне довелось побыть в таком коллективе. Вот, спасибо тренерскому штабу за доверие. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Двигаемся дальше. Дальше больше, как говорится. Сделаем правильные выводы и будем работать. Всем болельщикам спасибо, кто на самом деле переживал за нас. И желаем, чтобы вы в следующем году оказались поскорее с нами на трибунах. Большое спасибо еще раз за поддержку и переживания. Дальнейшие планы, да, я не знаю, еще сейчас нужно разобраться с этими играми будет. То есть, как бы, пересмотрим, обдумаем и уже будем дальше двигаться. Пока никаких планов не строим. Спасибо, что верили в нас. Ну, всем болельщикам спасибо, что верили в нас. Извините то, что так рано закончили сезон, хотя могли бороться до конца. Тяжело играть все равно без болельщиков, когда нет поддержки на трибуне. Всем спасибо.